Мы уже полностью сочинили этот ролик, но тут Путин высказался. Рустам Норгалевич сейчас выступал не как даже президент Татарстана, а как представитель комиссии Госсовета по направлению строительства и жилищно-коммунальных хозяйств. Лидер нации назвал Рустама Мениханова президентом Татарстана, как ни в чем не бывало. А кто мы такие, чтобы спорить с Путиным? 1 июня минул очередной дедлайн переименования высшего должностного лица республики. Тема тонкая. Нацики от Бересты бесятся, что не до конца переименовали. Нацики от Тубэтея бесятся, что пришлось о переименовании думать. Привет, империя! Давайте об одной из главных скреп Татарстана. Это о должности президента республики. Сразу. Есть официальная риторика на эту тему, и ее очень много. Есть риторика неофициальная, в стиле «что себе татары позволяют». Вот этим берестяным энтузиастам мы точно советуем охладить траханье. Татарстан себе позволяет платить в бюджет России 1 триллион налогов в год. Нам есть о чем разговаривать с митрополией. А вашим унылым властям отдать, как правило, нечего. Вы ждете субвенции от Москвы, которая пересылает вам деньги, уплаченные тем же Татарстаном, например. Право сильного – говорить с сильнейшим. Мы разговариваем о принципах с Путиным. Мы не разговариваем с брянскими и рязанскими батьками из гаражей. Ну вот мы говорим про Татарстан, который я очень люблю. И там у меня и друзей много. Наименование президента Татарстана – фетиш не только для татар, но и для татарстанцев, для всех, кто тут живет. Мы делаем больше, мы на голову выше, мы отдаем много, мы хотим выделяться. Нет никакой дилеммы двух президентов. Система власти Татарстана точно эффективнее какой-нибудь Калуги. Мы – регион федерации. Это не оспаривается адекватными людьми. С этим не согласны только беглые туранисты. Но нам плевать на гарканье с берегов Босфора. Мы с берега Казанки не спорим со своей субъектностью в федерации. Мы хотим, чтобы было понимание, кто регион номер один. А президента нам Путин разрешил. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Итак, мы застряли в какой-то середине. Президент в скобках глава республики Татарстан или глава в скобках президент Татарстана. А вот та самая тирада Путина начиналась с поговорки. Вы знаете, у нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Так вот, пока мы окончательно не побили горшки сельскими патриотами, напоминаем, что президент Татарстана, он же негласный главный татарин мира. Глава народа. У нас есть еще и всемирный бабай Ментимир Шерипович. Никакие искусственные конструкты типа Всемирного конгресса татар не отменяют обязанности президента. Президент Татарстана обязан быть лидером татарского народа и помогать лидеру нации. Короче, у нас президент Татарстана, потому что нам согласовал президент России. Очень просим не лезть к нам всяких тульских патриотов. Сидите дома. Триллион налогов сам себя не заплатит. Вы же с наших нефтей свои пенсии получаете. Не надо лезть в механизм, который работает. Не дай Всевышний что-то поломается, и новый заслонный глава Татарстана будет не так эффективен, как нынешний президент. Ваши же брянские дарлы положат на полку свои вставные челюсти. Сау блогус, кадрле дуслар. Это был недовольный треугольник. Ставь нам лайк в ютубе, ракету в рутубе, какашечку в тележеньке и деревенских русских патриотов на место. Увидимся через неделю.